Здравствуйте, это компания Viva Telecom и мы продолжаем вас знакомить с автомобильными антеннами. Сегодня у нас на обзоре будет вот такая антенна, четвертушка в диапазон двухметровый. Называется она M150GS, есть такие же антенны с таким же названием от компании Diamond, а это же у нас от Sirus, владелец торговой марки Sirus, компания Cycom. Вот она такие антенны завозит. В чем ее особенность, она черного цвета антенна, то есть таких антенн много, например, 1208 антенна VH от OPEC и от Diamond есть такая антенна, но они все хромированные, это же черное. Некоторым людям нужно для крыши автомобиля именно, чтобы сочетание цветов было уместным, именно черный цвет. Поэтому вот взяли мы такие антенны, посмотрим сейчас их по графику KSV и посмотрим, как они будут вставать на различные магниты. То есть у нас есть GM100 от Anli, есть от Sirus тоже магнит BM145PL и есть от Optima магнит BM145PL. Сейчас вот все мы эти магниты проверим, как она, антенна встает, замерим ее габариты и снимем характеристики. Так, давайте по комплектации пройдемся. Вот в такой желтой упаковке она поставляется. Вот характеристики ее кратко 600 мм длина, сейчас замерим. 134-174 МГц диапазон частот, основание PL, нержавеющая сталь используется в материале. Идет график настройки антенны или обрезки. Он у нас представлен на сайте, поэтому там можно ознакомиться подробнее, как обрезать штырь на более высокие частоты. То есть вот 135-175, весь диапазон она может перекрыть путем обрезки штыря. Также идет в комплекте у нас шестигранник для установки штыря на основание. И дополнительный вот такой шестигранный винт идет. Кстати, это необычно, идет запасной винтик для крепления штыря. То есть тут уже на антенне установлен он, один. И второй идет в запасе. Так, сама антенна. То есть вот такое классическое оформление. Но единственное, у нее вот эта сама пружина для защиты от ударов, да, она чуть тоньше, чем у ОПЕК, например, VH1208. Но, в принципе, антенна легкая, поэтому никаких проблем с, там, скажем так, с растягиванием этой пружины, естественно, не будет. Так, и внутри я заметил не тросик хромированный, а именно проволоку. И, похоже, она выполнена из чистой меди. Потому что оболочка тут кое-где заканчивается и видно прямо медь в разрезе. Так, общая длина антенны 58 сантиметров. То есть она, естественно, не обрезана была. То есть Сирус немного неправильно написал на 600 миллиметров, а все-таки 580, даже 575 она от начала основания. Так, давайте теперь примерять будем на магниты. Так, первый магнит родной от Сирус. Тогда это 145 магнит, есть у них и 120 у нас просто в наличии. Нет, для такой легкой антенны, в принципе, подойдет и 120, конечно, и будет, наверное, даже посимпатичней выглядеть. Так, ну все, без проблем устанавливается, никаких зазоров я не вижу. Вот так вот она в сборе, черненькая антенка выглядит. В общем-то, все неплохо. Так, кстати, вес, да, я еще не замерил антенны, но антенна легче, чем 1208. Сейчас я покажу. Так, антенна без магнита весит 86 грамм. Так, теперь давайте следующий магнит от Optima. Смотрим. Так, снимаем колпак и накручиваем. Так, по резьбе идет отлично. Так, на магнит садится вроде бы, ну да, тут около полумиллиметра, наверное, есть небольшой зазорчик, но тоже нормально. Так, и тогда, соответственно, на антенна она, видимо, нормально не подойдет, потому что вот недавно мы снимали, у них все-таки здесь шаг резьбы разный у Optima и у Анли. Поэтому, ну давайте я замерю, примерю, точнее. Так, это Анли GM100. Да, нет, кстати, тоже вполне. Да, отлично. Видимо, все-таки у антенны MJ100 какие-то были проблемы с резьбой, потому что не в магните дело. Накручивается она на анлишный магнит, и эта антенна без проблем тоже. Но тогда и график будем снимать с ней, потому что многие антенны мы с этими магнитами как раз снимаем. Тогда на MJ100 сейчас график КСВ снимем. Так, график снят. Начало диапазона действительно имеет минимальное КСВ. Соответственно, чтобы переместить этот резонанс или значение минимального КСВ выше по частоте, надо пользоваться обрезкой штыря. График идет в комплекте. То есть, если у вас нет прибора, то можно, в общем-то, и по графику обрезать. Антенна соответствует данным. То есть, как раз самый длинный штырь, он на начало диапазона и есть. То есть, ну вот, где-то на 136 он и начинается. Начинается значение 1,33 и 38,2 сопротивления. Ну, конечно, не идеально, да, но все равно хорошо. То есть, 1,33 для антенны на магните – это хороший результат. Так, ну все тогда на этом по данной антенне закончим. График этот крупно будет добавлен у нас на сайт, поэтому можете ознакомиться поподробнее, кому было мало изображения с анализатора. Слушайте, в качестве бонуса, смотрите, я поставил антенну на магнит именно от Sirusa BM-145PL. И посмотрите, какой график я получил. То есть, от качества магнита и качества кабеля используемым все-таки очень многое зависит. То есть, на начале диапазона с этим магнитом около трех единиц всего лишь значения. Да, 2,6. Поэтому, поэтому рекомендуем все-таки использовать GM-100, если хотите, от Анли. Если хотите получить максимальную эффективность. Ну, естественно, мы не могли пойти дальше и измерить еще и с магнитом Optium BM-145PL. Тоже график хуже, чем с магнитом Анли, но получше, чем с Sirusa BM-145PL. Так, минимальное значение в районе двойки. Так, 135 ровно. Да, 2 ровно, 34,1 сопротивление. Ну, то есть, имейте в виду, от магнита тоже зависит качество работы вашей антенны. Поэтому, если выбирать вот из этих трех магнитов, естественно, стоит остановить свой выбор на магните Анли GM-100 UHF. Он, естественно, дороже стоит, но кабель и сам магнит сделан качественнее. Если вы будете использовать с вырезным основанием и поставите на багажник водосток антенну, конечно, должен быть, во-первых, контакт с кузовом автомобиля, во-вторых, она, скорее всего, будет еще лучше по графику, потому что на магните всегда антенна показывает графикой СВ хуже. На этом закончим. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания. Подпишись.